Нам прадеды своим примером о силе духа рассказали, о стойкости, о чести, вере и свой наказ потомкам дали, чтоб счастливы, здоровы были, чтоб жизнь наполнили мечтами, но мы об этом позабыли. Так что сегодня стало с нами? Это могло бы прозвучать злым упреком, если бы не отчаянная надежда, которой пропитана каждая фраза. В исполнении волонтера клуба инсайд Вячеслава Гроздова слова ветерана фронтовика превращаются в мольбу. Голос целого поколения, над которым не властны ни время, ни расстояние. Он пытается достучаться до этих ребят, своих ровесников из нашего времени, для которых жизнь – это один большой парк развлечений, в котором непременно нужно прокатиться на каждом из аттракционов, не задумываясь о цене, которую потом придется заплатить. А потом происходит маленькое чудо. Герои встречают друг друга на одной сцене, и для подростков это становится поворотным моментом. Стать лучше – вот наше стремление. Ведь нам в стране великой жить! Заявку на областной конкурс добровольческих команд по пропаганде здорового образа жизни городской клуб волонтеров подал еще в феврале. Но из-за пандемии его несколько раз переносили. А затем и вовсе перевели в онлайн-формат. Такой поворот событий добровольцев из инсайда не смутил. Свою роль сыграли богатый творческий опыт единомышленники, которые всегда готовы прийти на помощь. Идея родилась достаточно быстро. Благодаря руководителю творческого объединения ивент-команды молодежного центра Ольге Васькиной, примерно за один день был написан сценарий, и уже на следующий день мы готовились. Ребята из инсайда с самого начала загорелись идеей своего проекта. Для многих это был первый опыт участия в таких постановках, но результат того стоил. Да и сам процесс создания ролика оставил после себя не меньше эмоций. На самом деле вот из-за этой всей атмосферы и из-за того, что мы вели себя как, можно сказать, семья, было достаточно легко, мы веселились даже, и было очень интересно. Несмотря на кажущуюся простоту посыла, пропаганда здорового образа жизни – тема далеко не тривиальная. Зачастую вредные привычки – это самый доступный для тинейджеров способ социализации. Своего рода пропуск в компанию ребят, с которыми они хотят общаться и проводить время. В нашем ролике мы хотели донести до нового поколения, до подростков, то, что нужно меняться в лучшую сторону, несмотря на то, что тебя могут отвергать, несмотря на то, что могут не поддерживать твои друзья. Нужно соблюдать здоровый образ жизни, естественно, вредные привычки нужно исключать из своей жизни. О том, что их работе присудили первое место, соровчане узнали в конце октября. На вопрос, были ли они уверены в своей победе, руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт» отвечает с улыбкой, который не может скрыть даже маска. Если скажу, что нет, то я слукавлю. Я всем сердцем, душой верил в то, что мы победим. Вот. И так и получилось. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok